Боевое искусство Второй тезис. Что же развивается через наши доинские упражнения? Здоровье, тело, сила, ловкость. Это все делает спорт, это делает фитнес, это делает йога. И в большой степени не будем скрывать лучше, чем боевое искусство. Ну, лучше. Там отработано. У нас нет. И, если так вот вспоминать, меня выбрали из восьми секций в Советском Союзе. Гимнастика, плавание, акробатика и так далее. Пока в 1977 году в Краснопресецком районе Москвы при райкоме ВКСР открыли секцию судов для трудных вопросов. И оттуда меня не выгнали. И вот этот эпизод в моей жизни, он стал переломным. Вот с этого начался вот длинный период, который все длится и длится, уже там 37 лет. И фактически произошло чудо. Мальчик, которого не гоняли все, кому только не лень, который стоял на левом плане физкультуры, не мог заговорить с незнакомым человеком, окончил Академию физической культуры с красным дипломом, создал свою школу, которой занималось полторы тысячи человек в пик ее массовости и так далее. Физически я не сильно изменился, честно говоря. Может, а сам-то стало попременнее. Но внутренне я изменился очень сильно. И вот это именно то, что является уникальным конкурентным преимуществом в его искусстве. Что фактически мы производим, чем мы торгуем с миром, вот этим изменением людей, причем в первую очередь не физическим. Если бы это было только про тело, за годами мы должны были бы начинать снимать высокие данные с тех, кому 80, 90, 100 лет, потому что тело стареет. Основатель Тейхилангур проводил свой последний семинар на кресле. Вот такой кресло-каталке из капельницы в очень плохом физическом состоянии. Но у него был запланирован семинар на 5 лет вперед, была расписана его программа. И он сказал, но вот не ставьте, а все, которые стояли в плане, я проведу. И последний семинар он проводил на кресле-каталке с медсестрой и врачом рядом. Причем, когда его помощник, там, высокий, седьмой, восьмой данный, смог что-то объяснить, он попросил капельницу отсоединить и пошел поправлять технику. Так, неспешно. После того, как семинар кончился, он впал в комнату, его привезли на Розину в окресле Степсиньяна, он пришел в сознание, написал список, кого к себе вызвать, снова потерял сознание. Все собрались, он пришел в сознание, кондиктовал заветы и умер, находясь, в общем-то, в таком уже нетранспортабельном состоянии. Значит ли это, что он не мог даже сам ходить в конце жизни, что он потерял свое мастерство? Наверное, все-таки нет. И тогда мы должны прийти к выводу, что сутью боевого честности является не развитие тела, а тело является всего-навсего инструментом. И в современной психологии очень широко развило такое направление, как телесно-ориентированное психологией и психотерапией. То есть через тело мы просто получаем доступ к душе. Тело всего-навсего, интерфейс. Интерфейс должен быть хороший, но стоит понимать, что это вспомогательная штука. Вспомогательная вещь. Поэтому мой второй тезис, что боевые искусства как бы предметом работы инструкции, в первую очередь является то, что называется душа, психическое, внутренний мир человека. Это тело является всего лишь танцевым инструментом, так же, как эти приемы, силы удара, крепость, кентаса и так далее. Это вспомогательное, не главное. Не стоит это преуменьшать значение, но стоит понимать, что это инструмент. Инструмент должен быть, конечно, в порядке. Но он не самооценен. Важно то, что этим инструментом мы производим. Поэтому второй тезис. Мы работаем все-таки в первую очередь с душой. Отсюда можно сказать, что боевое искусство в очень большой степени можно отнести к некоторому направлению практической психологии. Ну, если чуть-чуть утрировать, я на некоторых психологических конференциях, тренингах просто прямо выхожу с нашими упражнениями и с неподготовленными людьми провожу коротенькие мастер-классы. Ну, такие вот, как наши тренингах. 100 прямых ударов рукой в тибодачи очень хорошо идет для любого абсолютно неподготовленного человека. Вот что? Лучше есть. Вот. Третье. Мой тезис. А в чем же, собственно говоря, смысл боевых искусств сегодня? Вот. Тех боевых искусств, о которых я говорил, которые развивают человек, вот именно так, как я предложил вам помыслить хотя бы на время нового вклада. И тезис звучит так, что традиционные боевые искусства сегодня – это единственный, по крайней мере, в западном мире, действенный метод массового развития людей. Подчеркну, в западном, ну, про восточный, не скажу, и массово. Да, люди, которые уже находятся на достаточно высоком уровне, они найдут себе дорожку. Может быть, в каких-то там правильных школах йоги, буддизма, тандры, может быть, даже в традиционном христианстве. Но вот массово развивать людей и разных людей, на мой взгляд, может сейчас только боевые искусства. И примеры, когда это было в 80-х годах и в 90-х годах, когда были вот эти два всплеска, они говорят об этом же. И большинство очень уважаемых людей, и занимающихся какими-то духовными практиками, и занимающимися светскими практиками, они получили вот этот толчок именно в боевых искусствах. Для меня вот яркий пример для сопредседателя Российского Союза Боевых искусствий. В частности, я вот лучше знаю Сергея Глебеновича Кириленко, который сейчас возглавляет госкорпорацию Россатом. Как он говорит, как он мыслит, как он общается, какие решения он принимает, какую ответственность на себя берет, какие риски трезво оценивает им, какие идет для меня. В какой-то степени это признак того, что вот он продукт будет искусств. Хороший, правильный продукт, хотя он занимается светской практикой. Поэтому вот третий тезис – массовый инструмент развития людей в современном западном мире. Четвертый тезис, я его уже озвучивал, он центральный, и он говорит так, сегодня вот этот вот уникальный, очень действительно нужный инструмент находится в кризисе. То есть можно сказать методически так. Вот война на пороге, а главное на пороге неисправна. В чем это проявляется? Ну вот хотя бы в том, что на тему конференции, на которой я поехал, не задумываясь. Жена спрашивает, зачем ты туда едешь? Я говорю, ну, а как? Философские и психологические аспекты Восточных Номорска. Ну, как? Я этим живу, это же самое главное. Собирая со всего Дальнего Востока, четверть тезис не прошел за адрес. В моем представлении здесь должно быть все забито. Это главная школа, руководители клубов, высокими данными. Там, первые данные и ниже, вот там, где-то в дверях стоят, потому что места нет. Приехали, вот, несколько человек, остальные просто пришли, потому что здесь живут. Для меня очень яркий был пример, и вообще вот эта вот точка кризиса проявилась для меня в 97-м году, когда в Корее, в Хиньяне решили провести первый в истории такой открытый тренинг семинар. И любой человек, имеющий в Тэквондо степень, мог приехать и принять участие. Сам семинар стоил совсем, в общем-то, недорого, там, в районе, там, может, двухсот месячных долларов. Ну, дорога, проживание, ну, вот, по минимуму. Ну, тогда еще Тэквондо ИТФ не было разделено на три федерации. Кто не знает, сейчас их три. Все были вместе, генерал еще Тэквондо, основатель Чайфунхи, был жив. И поэтому примерно 50 миллионов в мире людей получили эту информацию, что в августе 97-го года один месяц лучший мастер Северной Кореи Ман Розин, восьмой данный Ман Розин, проводит семинар. Вот самый лучший, он был самый старший в первом наборе. Ким Ир Сену, он подарил Мерседес за его работу в развитии Тэквондо. Как вы думаете, сколько туда приехал людей? Три. Три со всего мира человека приехали на эти семинары. Вот, я в том числе. И это меня в какой-то степени, ну, шокировало. И это один из таких признаков, что спорт, фитнес, бизнес, ну, некоторые есть группы, это поздравительные. О каких-то высоких философских идеалах говорят очень мало людей, кто, на мой взгляд, либо наивно, либо как такое, знаете, средство привлечь к себе учеников. Такой маркетинговый ход. И, ну, меня это, честно говоря, очень сильно и тревожит, и ранит. На прошлой конференции, которая была в Евгенебурге, была дискуссия на эту тему, вы помните, да, Александр Аркадьевич? И вот ваши слова запали мне в душу. Александр Аркадьевич сказал, ребята, если вы сделаете из двух искусств спорт, к пяти тысячам видов спорта добавится еще, ну, двадцать, ну, сто. Ну, сейчас их пять тысяч, а будет пять тысяч сто. Это ничего не изменит. Но вы потеряете ту уникальность, ту культуру, специальность, которая создавалась веками тысячелетиями. К этому все идет. К этому все идет. Это является системой образующим фактором и смыслом образующим фактором работы спортивного клуба, секции, школы. Медали, разряды, судейские и тренингские категории, оплата от спорткомитетов, в комитете образования. И если я не пустал на соревнования людей, хотя я знал, что они покажут лучший результат, потому что с воспитательной точки зрения им соревнования сейчас были неактуальны, неадекватны. Нельзя им пускать на соревнования. Ну, так думаю я, может, ошиблся. Потому что для меня соревнования были средством развития. А те, кто, скорее всего, покажут хуже результат, выставляют, потому что им это было нужно на их пути. Вот сейчас нужно выступить соревнования. Хотя я понимал, что он, скорее всего, проиграет с первым грудью. То есть сейчас так вопрос не стоит, кого отправлять на соревнования. Конечно, того, кто покажет лучший результат. Потому что от этого зависит все расстановление. Поэтому вот мой тезис, что боевые искусства находятся в кризисе, ну, для меня вот он очевиден. Не знаю, как для вас. Некоторые в зале кивали. Может быть, они со мной согласны. И, собственно говоря, если это некоторая оценка ситуации, ну, как в поединке, можно у вас соперник, силовик, а я вот маленький и пустой. Встает вопрос, что же делать? Что же делать? Поэтому вот мой пятый тезис звучит так. Выход из кризиса – это усиление сразу двух составляющих. Первый традиционный, а второй инновационный. Мне кажется, боевые искусства сейчас потеряли свою традиционность, а до инновационности спорта не доросли. Поэтому это вот как бы между двух стульев. Ни рыбы, ни мяса, непонятно что. И попытки что-то здесь изменить, ну, так, знаете, механистически, ну, скорее всего, вот приведут в то, что это станет хорошими видами спорта, такими простроенными, с хорошими правилами, как это вот вдруг произошло. Но потеряется та уникальность, о которой я уже говорил. Поэтому вернуть традиционность, ну, как-то так по-новому. И мне кажется, вот тема нашей конференции, она, в общем-то, дает на это надежду, по крайней мере, подсказку. Я не уверен, что вот эти онкологические картины, ниньян, триграммы и так далее, усин, они могут, по крайней мере, на Западе стать основой для восстановления вот этого духа и наполненности смысла в его искусстве. У меня есть версия, что этим, тем, что заполнит вот этот вот вакуум, святое место, которое пусть и не бывает, может стать современной психологией. Для тех, кто не знает, современная психология сейчас развивается очень губно, и даже предыдущая волна трансперсональной психологии, она уже почти сошлась с восточными традициями, с квантовой физикой. Следующая волна, которая сейчас возрождается в Штатах и в России, что приятно, в Ярославском Роскоме и Распетите, интегральная или интегративная психология, она фактически уже является тем, но на новом уровне, чем занимались духовные традиции, мистические практики. Например, лидер российский этого направления, Владимир Васильевич Козлов, он написал книгу «Психология буддизма», он сам практикует, или пасаны многочисленные и так далее. Но на новом уровне. Если говорить про классический научный подход, то это скорее уже, наверное, такой, даже не классический, а просто не классический. И вот эта развивающаяся сейчас новая психология, она может стать некоторой основой вот той традиционности, которой не хватает любого искусства. В нынешнем. Я хочу подчеркнуть, что всегда найдется школа, всегда найдется учитель, где будет это все правильно и хорошо. Человек, который находится в какой-то духовной традиции, в дзен-гуддизме, в дайсизме, в школах духовных искусств, которые в исламской традиции, в индуизме, в синтаизме. Но это его личное мировоззрение, которое он воспитывает своих учеников, оно уникальное. В этом смысле как массовое, оно не может транслироваться. Поэтому раньше почему не было проблем с духовностью, с традиционностью? Потому что те культуры, где было искусство, именно вот как до, развивались, они все были в очень большой степени устоявшимися мировоззрением. Сейчас нет устоявшихся мировоззрения. Даже материализм уже вообще-то не особо существует как мировоззрение. Поэтому и боевые искусства, они становятся чистой такой формой, чем ее наполнить. Только индивидуальной личностью учителя, а откуда она возьмется. То есть это будет скорее случайный, выходящий за статистику, за тенденцию случай. Вот человек, вот он родился в хорошей семье, у него есть какое-то мировоззрение, христианское, гурдийское, конкульцианское, в широком смысле слова. И он транслирует это своим учеником. Если этого нету, то спортивный тренер и его столкновение. Ну вот, пока так, я вижу. Поэтому восстановить традиционность и одновременно включить инновационность. То есть боевые искусства, мне кажется, должны быть не в отшельничестве, не в пещере, а на фронтире, на грани развития и научного методического всего. Ну и менеджмента тоже. И менеджмента тоже. Если бы я знал то, что я знаю сейчас про менеджмент, японская школа тэквондо совсем по-другому развивалась. Совсем по-другому. Если бы я знал то, что я знаю сейчас про психологию, если бы я знал, что я знаю сейчас про методику. И, ну вот, пример. Вроде бы как, по моим сведениям, советские, а сейчас российские спортсмены обыгрывают японских дзюдо. Нет? По крайней мере, на разных соревнованиях. Поправьте меня, если я не знаю. Нет? Не так? Ну, про Тэквондор скажу. Когда-то корейские поединки, особенно спортсмены, были вне конкуренции. Это было понятно. Почему? Отбирали лучших. Раз. Обеспечивали такие условия, которые в России невозможны. Обеспечить. Два. У них была бешеная мотивация, потому что это единственная возможность выйти за обычный уровень жизни. Три. Их легко отсеивали, если и заменяли на другие. Естественно, да, и занимались они 3-4 раза в день. 360 дней в году. В России никто себе не мог позволить такой тренировочной нагрузки. И занимались они в лучших в мире мастеров. Но когда российские спортсмены в Академии физкультуры, в Малаховке, в Лесковке стали заниматься методиками, стали разбираться с тактикой, стали писать диссертацию, раз, первая золотая медаль в чемпионате мира корейцы в финале вынесли, вторая, третья, по юниорам, по детям. И теперь Корея за счет своей массовости и России, причем большая часть мы дали за поединки и уходят в Россию через методику. Но это же кто здесь занимается физикой культурой и спорта и знает, что такое методика, что такое учебник Мадвеева, что такое учебник Платонова, насколько там точно, ясно, четко прописано обучение действиям, развитие ловкости, скорости и так далее. Но про психологическую подготовку, а тем более про то, что называется философия, про ампатологическую картину, мы ведь и близко не подошли к этому. Какая есть модель психического развития, какой набор психических, психологических навыков, по саморегуляции, по целеполажанию и так далее, критерии. И получается, что когда человеку на нашем пути почти все тело свое развил, освоил уже основные кота, поединки, чем он дальше занимался, у него нет опор на этом пути. А поскольку учителя, как правило, тоже нет уже в этом делсе. У меня вот оба корейских мастера умерли, я тоже с прискорбием могу сказать, я не могу назвать сейчас комедийского наставника, к сожалению. Поэтому традиционность и инновационность на всех уровнях. И менеджмента, и методики, и в первую очередь психологии, и философии. Вот основу философско-психологического будет искусств, ну вот должны создать мы. Да, туда войдет, вот это, но войдет органично, на новом уровне. Я проводил в Москве первый искусств с повышением квалификации для стекландоу, по-моему, для укроты тоже. И по тактике я пригласил профессора Тышлера, это создатель школы фехтования советской. Знаменитый профессор Тышлера делает книжки. Кому интересно, посмотрите, фехтование у нас на тактика. И он как долго рассказывал три часа байки, ничего про тактику не сказал, и на последние пять минут говорит, вы сейчас меня спросите, к чему я вам все это рассказываю? Он говорит, да, к чему я вам все это рассказываю? Он говорит, к тому, что вы должны тактику свою создать. Вы должны создать свою тактику, я вам ничего не расскажу. Да, вы можете учесть, что есть в боксе, фехтовании, но вы должны создать свою тактику. Мне кажется, мы должны создать свою высокую технологию, опираясь на это все, но на новом уровне. Потому что, иначе, как говорится, не слушают наши ученики это. Они могут кивать, в начальном этапе они могут делать круглые глаза, говорить им ям, примеры яйца. Но это будет немножко для них инородно, что может быть, будут единицы, которые войдут в традицию. Но мне кажется, психология и философия это более такой быстрый и прямой путь, но надо создать. Поэтому традиционность и инновационность. И вопрос про то, как это вот все сделать. Но это здесь звучит так. Школы являются оптимальной формой реализации миссии для искусства. Нет клуба, ни секунды, ни федерации, именно школы. И, к сожалению, хорошую школу по пальцам пересчитать. Моя всегда критика северной корейского Тэггвандо заключается в том, что там нет школ. Там есть комитет Тэггвандо Северной Кореи, собирают самых лучших, тренируют. Но нету такой системы. Я мастер, у меня 3-4 наставника, у них каждого 3-4 помощника, наставника, ученики. И есть вот эта традиция, и есть всегда упражнения по работе со своими учениками. Я учу их учить. И Тэггвандо четвертый дан, но наставник, он работает со своими помощниками. А седьмой дан работает с четвертым, пятым, шестым мастером. И вот когда в этой школе появляется еще один мастер, я так сейчас вижу, он отделяет и создает свою школу. Не четвертый, седьмой, четвертый, пятый, шестой, под руководством мастера в своей школе еще в этом не учится. Поэтому школы вот, мне кажется, в этом ресурсе. И еще 20 лет назад при жизни основателя Тэггвандо была идея создать систему не федерации национальной, а систему школ, больших школ. Ну вот, по разным причинам она не прошла, мне кажется, настало необходимо время вернуться. Школа так вот, многоуровневая система, где есть отношения старшей, младшей, примерно вот на 3-4 шага в глубину, где у каждого, кроме главы школы, новичка, который только пришел, есть свой учитель и свой подопечник. и эта система намного надежнее и быстрее продвигает, и точнее продвигает. Ну, про буддизм сегодня говорили, есть модель созданная, собственно, в Бутыше Кемове, три драгоценности буддизма, где сказано Будда, человек, прошедший дальше, Дхарма, учение, методика, программа школы, по большому счету, европейские и санха, община, группа. И только третье элемента дает некоторую надежность при продвижении пути. Поэтому вот школа, глава школы, мастер, методика, программа, включая психологию. И вот эта вот группа единомышленных, массовая школа. Ну, вот тогда в Московской школе в Тихваду было полторы тысячи человек, это было прикольно. И когда на 3-4 ступени был я, мои ученики, ученики, моих учеников, ученики, учеников, учеников. Это была очень надежная структура. Вот. Но у школ есть проблема в западном, по крайней мере, мегаполисе. Либо работать массово и выживать, но тогда работа фикруцированная до спорта, до фитнеса, до бизнеса. Либо работать элитарно. 40 человек в школе не может выжить, по крайней мере, в Москве точно. Ну, я знаю, я пробовал. Поэтому вот такая есть проблема или массово, но редуцированная, или правильно, традиционно, но очень элитарно, маленькая группа. В Москве есть группа сейчас скажу для нашего уважаемого сэнсея. мегаполисе, 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 учитель с окинавой, он приезжает, он занялся в год. Она небольшая, это не является средством дохода для учителя, он работает на другой работе. Они все работают в других работах, там занимаются маленькие, большие. Она очень хорошая, я прихожу смотреть просто тренировку, у меня там мой бывший ученик занимается. Но это не школа, это не массово, это элитарно. Она сильно не меняет ситуацию. Поэтому вот этот вот вопрос, как же решить проблему, или массово, но профанированно, или правильно, традиционно, но элитарно, мне кажется, решает вот это идея и традиционность, и инновационность. И когда-то я даже вот я, может быть, дорисую, создав модель школы, есть стержень, где есть базовый пус, 60-й, 1-й пил, где есть специальный 1-й, 3-й, да, где есть инструкторский 4-й, 6-й, 7-й, глава сполня. Мастер, символиан. Вот это стержность. Она может быть очень небольшая, но правильная. И все остальное является вспомогательным. Спортивные группы, оздоровительные, фитнес, самозащита, физическое воспитание. Это как бы удерживает исследования, обеспечивает финансовое, обеспечивает массовое и дает некоторых плеток сюда. Но если люди не хотят, они занимаются, но мы ясно понимаем, что это нетрадиционная технология, это оздоровительная, это спортивная, это люди пришли научиться себя защищать. Это в рамках технику института в них из-воспитания. Это дети занимаются. Это занимаются пожилого возраста и искрушением здоровья, глухой здоровья, на базе новых искусств, на это небо и искусств. Вот это ясное развлечение позволяет не потерять для разработки таких стратегических принципов. Один из них включит так, смешав горячее с холодным, получишь только теплое. Понимаете? Это вот идея внутренний куб в монастыре средний и внешний. И главное из этих принципов, что хвост не крутит собаку. Если мы говорим про традиционное было искусство, честны перед самим собой, то главное вот это. Это только поддержка, это вспомогательное. Даже если мы говорим про спорт, традиционное вообще изначально первый дан, третий дан соревнований. Раньше нельзя, позже нельзя. Ну или четвертый, если бы стал наставником, получил отличительный знак. Поэтому создание таких инновационно-традиционных школ, это является, на мой взгляд, некоторым выходом из той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Но тут сразу встает вопрос, а кто будет создавать такие школы? Ну что это за люди, которые с одной стороны глубоко в традиции, которые еще нужно реанимировать большого счета, а с другой стороны они очень хорошо разбираются и в менеджменте, и в методике, и в психологии. Откуда возьмутся такие люди? Понятно, что это надо подготовить. Они не возьмутся с потолка. И на прошлой конференции был замечательный пример из истории японского общества воинской доблести, когда где-то в десятых по-моему годах двадцатого века наверное около десяти лет или даже больше готовили бакалавров по боевым искусствам. Вот не тренер в Рыбовке, в Малаховке или в Лестовце, но у меня написано тренер по восточным доборствам, не это, а именно наставник. Что-то там было интересно по национальной литературе и по боевым искусствам, там давали два диплом. Это обучение длилось два года. И фактически вот, в Тейквонду то 94-го до 95-го года были такие годичные семинары, когда брали где-то вторых, третьих данных и за год их дотягивали до 4-го, тренируя по 4 раза в день, очень лучшие мастеры давали, которые потом вот создавали свои школы. Но с 95-го больше ни разу в мире не проводилось. Поэтому вот некоторые я вижу, если совсем уже суммировать все, что я сказал, логику следующую. Нам нужна инновационность и традиционность, нам нужны такие инновационные и традиционные школы, и нам нужны наставники, которые эти школы будут создавать, возглавлять и осуществлять им такое правильное руководство. Откуда их взять? Вот у меня последние два года иногда ночами не дает спать идея о российской академии боевых искусствах. Как об учебном заведении не спортивном, где были бы направления факультеты, кафедры каратэ Кушенгая, Кирот, Квандо, и было бы нечто общее, психологическое, философское, методическое основа. И вот эта глубокая традиционность, которая там культивировалась, это закрытое, где-то там на природе изолированное от социума на время такое заведение, которое с одной стороны выполняло такую методическую функцию, куда брали бы не всех, далеко не всех, а с другой стороны какое-то исследовательское, научное, проект, потому что то, о чем я говорил, создать свою психологию, создать свою философию, это же тоже надо, надо, чтобы кто-то этим занялся. Может быть, не сразу, может быть, вот семинар межстрелевой, о котором мы говорили, где разные представители собираются, обмениваются, может быть, месячные ладья, но в принципе вот такая глобальная идея Российская Академия Выбор Искусств, где годичный, вижу я, курс, вторые, третьи, данные разных направлений, не все по рекомендации могли бы пройти это обучение, получить, я не знаю, как в других стилях, с четвертого статус наставника самому по-корейски и по-корейски и и идти и создавать свои школы, имея модель какая она школа, понимая, что такое боевое искусство, понимая, как строить психологическую и философскую подготовку. И завершить свой доклад я хочу такой маленькой европейской, что характерна, притчей, не помню, кто из европейских мыслителей сказал, что всех людей можно разделить на три категории по тому, как они смотрят кукольные представления. И описывать такую картинку, представьте, кукольные представления, и вот такие крестьяне, необразованные дети смотрят и думают, что это все на самом деле вот эти персонажи и переживают включать, он сзади, сзади, повернись. Вот как будто это все на самом деле, это наивность. Есть такие вот купцы, уже циничные, они понимают, что это куклы, над этими смеются и говорят, ну, это же куклы. Так. И есть люди, которые понимают, что это куклы, но это не мешает наслаждаться представлением этим искусством. Вот мне кажется, у них была такая же история. У нас еще остались наивные, которые вот так, мероприятия, ударно-срочные смерти, и они годами занимаются, нет никаких результатов. Ну, я смотрю, я вижу, какие. Очень много циничных, которые на этом зарабатывают неплохие деньги, чувствуют себя уверенно, но уже не разговаривают за столом оборудов искусствах, а скорее как в комитете образования, какой новый год больше. Достаточно мало людей, которые перешли на эту третью стадию, которую можно назвать мудростью, которые понимают, что боевое искусство, вот этот вот удар и правильность положения кулака, это не очень важно, но тем не менее это не мешает им относиться к этому серьезно, потому что через это они меняют себя, меняют мир.